Здорово, кинодел! С тобой Тимофей Добровольский. Сегодня мы вновь врываемся с нашим форматом в видеоинтервью. И у нас в гостях невероятно талантливый оператор из России Андрей Николаев. Его работы, клип «I Gale You A Born» — это просто потрясающий концепт, связанный и с музыкой, и с визуальным повествованием, и со смыслами, которые ты находишь, посмотрев клип до конца. Его реклама «Вас Патриот», которую он снимал в Териберке. Его реклама «Банка Открытия» с Овечкиным. В общем, этот оператор работал в России на невероятно высоком уровне. И несмотря на это, он не стал застаиваться, он переехал в США для того, чтобы начать все сначала. Для того, чтобы повысить свой скилл, для того, чтобы оказаться в неизвестной среде, попробовать новые трюки, новые фишки и начать свою карьеру чуть ли не заново. Хотя здесь, в России, он был невероятно известен и пользовался популярностью, и брал большое количество заказов по большим ценам. Мы расспросили Андрея детально о его фишках, о том, как он готовится к съемкам, как он работает со светом. И здесь есть очень важные нюансы, которые помогут тебе перенять опыт Андрея. Поэтому обязательно смотри это интервью до конца. С тобой Тимофей Добровольский, Андрей Николаев. Погнали! Получается, что ты прошел вот на данный момент такой большой путь в визуальном искусстве. Ты работал вот и фоторетушью ты занимался, и как монтажер ты работал, и как колорист ты работал, и фотограф, фрилансер. Вот ты мог бы вспомнить какой-то из этапов твоей карьеры, который тебя наибольшим образом приблизил к именно операторскому визуальному, так сказать, мастерству? Ну, это был момент, когда я узнал, что Canon собирается выпускать камеру с записью видео. Первая DSLR-камера. Даже тогда первая новость появилась, что это Nikon собирается выпускать. А я фотографировал на Canon, и я еще огорчился. Типа я, ну, во-первых, я не поверил своим ушам, что такое реально, типа, произойдет. Потому что я мечтал практически всю жизнь, когда я фотографировал на фотокамеру, что когда-нибудь вот бы было классно, если бы можно было видео, типа, снимать таким же качеством. И вот там через пару лет, типа, Nikon анонсировал это. Я расслышал, что мне придется продавать все свои линзы Canon, но потом Canon тоже анонсировал 5D Mark II. Денег у меня на нее не было, конечно, но я попросил долг у родителей, и у меня не получилось ее так и купить, потому что там, короче, сложные замутки были, как будто надо было через Японию как-то переслать, там, первые практически партии. И мой приятель занимался этим, но у него не получилось, там, кто-то кого-то кинул, в общем, не получилось. Возможно, хорошо, потому что через некоторое время вышел Canon 7D. И это позволило снимать 50 кадров в секунду. И это кропнутая матрица была, что, конечно, для большинства фотографов это было мобитон, типа, ну, типа, кроп-матрица — это несерьезно. А, как бы, я знал то, что мне все равно, потому что кинокамеры у них тоже всякая кропнутая матрица, то есть это не показатель качества. Зато у меня было 50 кадров в секунду, я мог снимать, и я мог ставить объективы со стабилизацией для кроп-матрицы, потому что они гораздо дешевле были, чем если была полная матрица. Да и даже не факт, что вообще такие объективы существовали для полной матрицы со стабилизацией. Поэтому мои работы сразу же начали выделяться тем, что там не было характерной тряски для такой DSLR, какой-то slow motion был. Те деньги, что 5D, они так в итоге и остались у меня. Я их отдал за камеру, но там кто-то кого-то обманул, но мой приятель, он как бы человек чести, он просто их вернул из своего кармана, потому что ему большое спасибо, и я эти деньги просто взял и купил 7D через некоторое время. Интересно было снимать разные образы, какие-то настроенческие видео, то есть в итоге я пошел в сферу фэшн и музыкальных видео, и это просто случилось из-за того, что мои друзья были в этой сфере. Я просто как фотограф фотографировал для фэшн-дизайнера одного, который довольно известный дизайнер, Юлина Украшений Алексея Габила. Это мой самый первый ролик, который я снял на 7D буквально через неделю, после того, как я купил камеру. Он сказал, давай снимем ролик, то есть он также был взволнован этой новой идеей, что теперь можно снимать видео, не имея ничего практически. И мы сразу там, он пригласил и Данилу Полякову, и Наташу Сыч, таких известных личностей из мира фэшн. Ну вот, а потом моя подруга попросила для ее друзей снять музыкальный клей. Тоже получилось все сразу хорошо, наверное, потому что я до этого уже работал монтажером и цветокорректором, я уже знал все, как это делать. Если сейчас еще раз вернуться вот к первому твоему ролику, который вот этот фэшн получается, для тебя что-то удивительное было вот в процессе съемки, в процессе результата, когда ты уже увидел результат, или в процессе проработки этого видео? Что-то тебя взбудоражило, так скажем, в этом самом процессе съемки? Ну, меня взбудоражила возможность снимать с таким же практически качеством, как фото. И мне понравилось, что это практически процесс такой же, легкий, как фотография. Просто берешь камеру в руки и идешь и снимаешь. В принципе, большинство видеографов, которые переходят в мир кино серьезного, они именно скучают по возможности брать вот так вот камеру в руки и идти снимать все, что хочется. Потому что когда приходишь в серьезный так кинобизнес, тут такого нельзя делать. Во-первых, каждый кадр, он как бы в раскадровке. Чтобы взять камеру, надо позвать команду техников, которые для тебя эти камеры перенесут, нужен фокус пульта. Это уже, скажем так, ограничивает немного творчества, такого импровизационного характера, чтобы брать что-то, увидеть красивое и снять. Ты можешь вспомнить проект, который вот на том, на начальном этапе, грубо говоря, твоей карьеры как оператора, который вот тебе дал наибольшее количество опыта, наибольшее количество впечатлений? Да, был такой проект, но этот проект уже был гораздо позже, примерно, наверное, в 2015 году. В то время я уже снимал на камере Red. Процесс съемки ничем не отличался от того, когда я снимал на зеркалке. То есть это я был один с камерой, что-то подручным средством, какой-то свет поставили и снимаем. И вот тогда как раз-таки моя подруга Лена Цедыковская, режиссер, она позвала снимать клип. Я так понял, что там оператор просто отвалился от проекта. Надо было срочно чем-то, как кем-то заполнить это место. И вот она позвала меня. И там был полный фарш. Там был и кран, и подводная съемка, и стадикам, и куча киловатт света. А я до этого даже, ну, даже с гайфером никогда в жизни не работал. Не говоря уже там о стадиками, там, и всяких этих кранах подводной съемки. Поэтому это было, так скажем, мое крещение, когда меня вместо того, чтобы учить плавать, просто кинули в центр озера. Это был самый значимый проект для поднятия своей профессиональной самооценки. Там просто еще проблема была в том, что времени было на все очень мало, поэтому это как бы еще дополнительный фактор был. А в чем для тебя вот наибольшая сложность в том проекте составляла? Наверное, это для большинства людей, которые привыкли снимать сами. Главная проблема была эта коммуникация с людьми, которые за тебя снимают. До этого я всегда сам снимал, а тут надо стадикамчику объяснять, как ты хочешь кадрирование делать. Это довольно трудный процесс, потому что я не особо разговорящий человек, и объяснять-то особо не люблю. И, естественно, я перфекционист. Не было такого, чтобы я был на 100% чем-то доволен. И как-то иногда даже были такие моменты, когда ты говоришь, и человек просто не понимает, что я пытаюсь сказать. Для тебя всегда был интересен свет. И свет, так же ты говорил, что это как такая вещь, которая сложнее всего научиться человеку-самоучке, как оператору-самоучке. Расскажи, как тебе удалось покорить эту вершину? Как ты к ней шел? Какими средствами, какими способами ты добивался того, чтобы свет стал твоим полноценным инструментом, а не тем, что для тебя является помехой? Во-первых, я сказал, что я освоил эту вершину. Я думаю, что даже самые знаменитые операторы скажут, что они только в начале пути понимания света. Мой путь, он немножко отличается, потому что, если, например, пойти в киношколу, то там обучают, как делать свет, тот, который ты хочешь. Мой же путь был, как найти место, где свет выглядит так, как я хочу. То есть, такой более документальный подход. Поэтому, в основном, когда я скаутал где-то какие-то места, ну, то есть, смотрел локации разные, я смотрел именно на то, как свет туда падает, и этот свет вдохновлял меня на то, чтобы что-то делать в этой локации. Потому что я считаю, что самый прекрасный свет — это натуральный свет. В принципе, до сих пор моя работа, работа с светом заключается в том, чтобы создавать этот натуральный свет просто, если, например, снимать какое-то помещение ночью, а там надо сделать день. Я всегда беру за референс именно просто это же самое помещение, но днем. Например, я приходил в какую-то локацию, то есть, не знаю, в курсе или нет, но операторы часто приходят на локацию, проверяют свет вот так вот. Они смотрят на руку, как свет падает на нее. В принципе, даже сейчас, например, я просто сижу вот в комнате своей, и я вижу, что, например, солнце падает на белую стену здания и отражается через зеркало и дает мне вот отсюда вот свет. Это довольно сложный путь, но если я хочу это воссоздать, я просто поставлю вот здесь прибор примерно с такой же площадью интенсивности. И просто я, когда прихожу на локацию, я смотрю, что делает натуральный свет и какими приборами я просто смогу это симулировать. По сути, я воссоздавал физику света, но это не сказать, что это какие-то книги для этого нужны. Просто надо прийти и посмотреть, откуда свет падает, какой у него характер и что можно сделать с тем, чтобы воссоздать такой же свет. С точки зрения человека, который уже научился работать со светом в какой-то степени, дать советы тем новичкам, которые вообще не знают даже, может быть, азов. В духе нужно прийти на локацию проверить, нужно смотреть, как это происходит, проверять по руке. Небольшие практические советы, которые позволят избежать каких-то ошибок на начальном этапе. Ну, я в какой-то момент, ввиду своей неуверенности в свете, просто начал изучать Cinema 4D. И я просто там строил свои схемы и смотрел, как они выглядят. Это довольно рабочий вариант, потому что я уже много лет доказываю тем, что от привизов до финального результата ничем практически не отличается. Cinema 4D создает свет прямо физически аккуратно. Сейчас есть еще Cine Tracer, тоже можно использовать, но есть у него один нюанс, что для того, чтобы там работал отраженный свет, а это все-таки, я считаю, необходимая вещь в свете, для этого нужны карты RTX, Nvidia 2080 Ti, что не каждый может себе позволить. Во-первых, потому что почти все сидят с макбуками, которые не поддерживают Nvidia, а во-вторых, потому что карта довольно дорогая. Ну, а Cinema 4D можно на макбуке нормально. Да, можно. Это довольно долгий процесс будет, рендеры именно. Но это вполне возможно, и я так делал, и как бы меня все устраивало. Да, там надо подождать пять минут, прежде чем посмотреть на результат. Но если у тебя есть время, почему бы и нет? Еще, не знаю, мне кажется, интересный вариант – это снимать натюрморты и как бы воссоздавать схемы света в маленьком масштабе, чтобы понимать, как свет работает, и потом просто масштабировать это на какие-то большие сеты. Например, одна из моих идей, я так ее не реализовал, потому что сейчас мне это уже не надо. Но тогда я в то время думал, что купить такой маленький бюст в какой-нибудь головы человеческий и на нем ставить свет фонариками, какими-нибудь LED-панельками супер маленькими и смотреть, какой результат это дает. Просто я для себя открыл Cinema 4D, и мне, походу, ну, не надо было покупать бюст. Но, в принципе, это тоже рабочий вариант. Ну, или натюрморты. Например, взять какой-нибудь фрукт, он, в принципе, округлый, иногда немножко с багринками, такими буграми, впадинами. Немножко, может, похож на лицо. Я изначально выбрал Cinema 4D именно потому, что она была самая интуитивная и простая программа из всех 3D-программ. Так скажем, как DaVinci Resolve практически в мире цветокоррекции. То есть, ну, никто не... Я не думаю, что найдется какой-то человек, который скажет, что DaVinci Resolve слишком непонятная. Это самая простая программа и самая при этом такая, ну, насыщенная функциями. Вот то же самое и Cinema 4D. Там главное, наверное, выбрать правильный движок, рендер, но на первых этапах об этом вообще не стоит заморачиваться. Стандартный движок работает прекрасно. Просто чуть медленнее, чем другие альтернативы. И, ну, то есть, во-первых, есть Matt Workman, который на YouTube есть туториалы именно для операторов работы Cinema 4D. Мне кажется, можно день потратить на просмотр этих уроков и все, и можно знать все, что нужно для работы Cinema 4D. У тебя достаточно разноплановые проекты. Там есть какие-то концептуальные короткометражки вот в духе уха, там, вот ваша работа. Есть такие промо-постановки в духе для большого театра, как вы делали. Собственно, видя вот твой перечень работы, посмотрев их, у меня сложилось впечатление, что вот разноплановость как будто бы это часть твоей стратегии вот развития собственных навыков как оператора. Соответственно, здесь возникает такой вопрос. То есть, ты подходишь к выбору проекта с точки зрения коммерческой или ты подходишь с точки зрения а чему я могу здесь научиться, что я могу здесь показать, что я могу здесь дать. То есть, ну, такой креативный подход больше. Какой-какой ты вот подход исповедуешь? Я исповедую, конечно же, второй подход. И долгое время я отказывался от 80% проектов, потому что они просто мне были интересны. Да, в основном я выбираю проекты, я смотрю, какие-то новые знания я могу подчеркнуть для себя из этого проекта. Или какие-то новые знакомства. Но знакомство в Москве не так сильно работает, как, например, в США. Потому что в Москве там все друг друга и так знают практически. То есть, тебя знает один человек, значит, тебя знает и остальные как-то вот так работают. Поэтому, да, в основном это какие-то навыки. Например, большой театр я снимал, и мне было интересно, смогу ли я снять целый ролик, используя только жесткий свет. Не было такой задачи, но я подумал, а почему бы и нет. Причем, что я романтибник жесткого света, я всегда снимаю только с мягким светом. Ну, стараюсь. Ну, вот мне было интересно поставить себя в такие рамки и посмотреть, что получится. То есть, ты как бы себе еще вызов кидаешь на каком-то таком уровне, который, допустим, там режиссер или сценарист и даже не знает. Просто для большого театра режиссеру в основном была важна составляющая, что происходит в кадре, а не то, как это выглядит. Поэтому, в принципе, мне удалось сделать то, что я хотел. И он получил то, что он хотел. Ты затронул сейчас такой аспект, что вот в Москве все друг друга знают, и как бы это одна история. В США знакомства работают чуть иначе. Ты вот мог бы сейчас сравнить, вот в чем еще может быть какая-то разница между работой высококлассного специалиста, оператора в России, в Москве, может быть, в частности, и работой в США? Ну, я заметил то, что в Москве достаточно таланта и немножко везения для того, чтобы добиться всего. Потому что я в своей жизни ни разу не искал работы себе, никому не писал и никому не напрашивался. Я просто делал то, что мне нравилось, и все. И работал сарафанной радио. Три. Я знаю режиссеров, довольно известных в России, которые регулярно проверяют, например, сайт RealSource на наличие новых интересных талантов и просто им дают шанс снять какую-нибудь крупную рекламу. Собственно, я так тоже попал в рекламу. Вот чисто меня позвали из RealSource на крупный проект. Здесь, в США, это так не работает. Потому что если там в России, ну, в Москве, например, 50 операторов всего таких высокого уровня, то в США их там 5 тысяч. И здесь... И у всех по умолчанию очень сильные шоу-рилы. Поэтому здесь на талант никто не смотрит, потому что подразумевается, что он у всех на одном уровне. Здесь уже именно важны знакомства и на то, насколько ты общительен и дружелюбен в общении с продюсером. Это так... Немного такая неприятная атмосфера, потому что каждая поход на какую-то встречу или тусовку, или в кинотеатрах с кем-то, это всегда расценивается с точки зрения, с кем я могу там познакомиться и как мне это будет выгодно. Поэтому там немножко размытое понятие такое, как дружба среди коллег по цеху, потому что там немножко меркантильное отношение ко всему этому. То есть, грубо говоря, не можешь расслабиться? Да, здесь вообще расслабиться невозможно. Здесь надо постоянно работать над своим имиджем. То есть, да. Например, мой русский шоу-рил здесь никому не нужен, потому что это неинтересно. Важно то, насколько я буду удобен для продакшена, а не то, насколько я красиво снимаю. А твой подход поменялся с переездом в США в плане того, что ты сейчас сказал, что ты никому не писал, ты никому не звонил, как бы вся работа тебе за счет сарафанного радио попадала. В США это поменялось? Ну, нет, не сильно поменялось. То есть, я понимаю, что, по сути, здесь надо менять концепцию, но мне интересно посмотреть, смогу ли я с прежним подходом что-то здесь делать. Но в какой-то момент, естественно, я, возможно, пойму, что это точно не работает, и мне придется предпринимать какие-то действия. А есть какие-то предпосылки, которые тебя наталкивают на мысль о том, что это может не сработать? Ну да, например, деньги закончатся, или визы закончатся. Ну что, деньги можно закончиться все что угодно. Здоровье можно закончить, нервы. Сейчас в Америке заказов нет, потому что индустрия из-за вируса не работает. Она в марте закрылась, и все. Сейчас ничего здесь не происходит. Если в Москве действительно настолько больше шансов человеку талантливому, и, как ты говоришь, с капелькой везения пробиться, относительно высококонкурентной среды, вот Лос-Анджелеса, там, Калифорнии, Америки, почему ты тогда принял решение уехать туда и развивать уже там свою карьеру в США? Ну, потому что это вызов. А вызовы я люблю. Ну, и еще в России есть какой-то определенный все-таки потолок, и он ниже, чем потолок, например, здесь. И еще третий момент — это то, что я снимал полный метр в России, и это было очень стрессовым когда-то таким предприятием. Я потерял много нервов и сил на этом проекте, и после этого мне не хотелось снимать кино. Именно в России. Но в то же время вся моя карьера и весь мой творческий путь, он идет в целом в сторону кино. Даже рекламу я снимаю, в принципе, с подходом, как говорится, narrative, такой подход, то, что картинка выглядит как кадр из кино. Ну, во всяком случае, я стараюсь так делать. И я понял, что в России я, скорее всего, не смогу это делать, потому что там, во-первых, слишком много политики, слишком много коррупции, и поэтому я решил вот поехать сюда. И я понимал, что здесь мне придется обнулиться, и все начинается снова, но тем интереснее. Почему бы и нет? Политика, коррупция — это то, из-за чего ты, как говоришь, потратил много нервов во время съемки полного метра в России? Или что-то другое? Это меня как бы не сильно касалось, это в основном касается продюсеров и режиссера, потому что сценарии постоянно правятся, допустим, чтобы понравиться Министерству культуры, которые дают деньги, ну, что-нибудь типа того. То есть у нас просто есть, как можно сказать, два разных рынка. Это рынок рекламы в России и рынок кино. И это совершенно разные люди и совершенно разные компании. И те люди, которые снимают кино, они немножко такие все из Советского Союза пришли, и у них подход немножко остался такой, ну, он немножко такой наплевательский, что ли. То есть им главное снять как бы и забыть. Для них это просто заработок. То есть это просто отмывание денег, там, Минкульт дал деньги, там, они откат заплатили и все. И надо просто снять фильм, просто неважно, окупится, не окупится, и все. Я не говорю это про свой фильм, который я снимал, но это, в принципе, такая тенденция. Вот, и просто подходы разные к съемке. Мне на полном метре требовали, чтобы я сидел у монитора и постоянно сидел у монитора, и оттуда просто по рации давал команды. Камермену, гайферу, и все. Но я так не могу, я так не привык, и мне нужно самому держать камеру и видеть на сете, где что находится, чтобы ставить свет. Так я чувствую себя причастным к созданию какого-то кадра. Вот, и на этом, собственно, разногласии построили все мои такие плохие воспоминания. Это не значит, что они плохие, а я хороший. Просто у нас разные подходы были, и просто мы сработались. Если мы немножко затронем кино российское, ты видел вот, или может быть сейчас видишь, так как ты прям глубоко в среде находишься, общаешься с людьми, ты видел каких-то режиссеров, каких-то операторов, каких-то команды, может быть, целые, которые, вот этот тренд, о котором ты сейчас говорил в российском кино, которые, они как бы шли против него, и они были, так сказать, надеждой на что-то лучшее, надеждой на какое-то качество, надеждой на какой-то креатив. Да, это, собственно, люди, которые пришли из рекламы и сейчас пытаются делать кино, с ними очень комфортно работать. У нас основные звезды в этом — это хайп-фильм. Я с ними не снимал, но весь их продукт очень качественный и очень хорошо сделан. Еще, ну вот я снимал «Короткий метр с метра» фильм, мне тоже, в принципе, очень понравился. Ну и как бы и хайп, и метр, они же все тоже в рекламе как бы задействованы, поэтому они знают процесс. В 16-м году ты снимал для «Банка открытия» с Александром Овечкиным, такой коротенький, такой не очень большой ролик, там мечи на него летят. Это был твой первый проект, в котором ты работал с звездой такой величины, как Александр Овечкин, или что-то было еще до? Это еще зависит от того, что называть звездой высокой величины. Наверное, на таком уровне, да, это был первый проект. Но до этого я снимал там клип, например, Юли Савичевой. Но там было такое все. Я не хочу об этом вспомнить. Это как-то отличалось для тебя, вот как для оператора и как просто для человека работать с популярным человеком? Здесь есть какая-то разница подходов? Здесь есть большая разница в том, что такие люди дают всего 4 часа на съемку. Если обычно смена длится 12 часов, то такие люди приезжают только, допустим, на 12 часов. Ну и кто как. Вот Овечки нам дал 2 дня по 4 часа. Но именно при работе конкретно с ним у меня подход не сильно отличается. Может быть, я просто стараюсь это делать чуть быстрее снять и более точно, чем если бы я работал, например, с обычным актером, где у меня там есть, допустим, несколько дублей. А с этим человеком этих дублей не может быть. Ну, в смысле, может и не быть. А ты ощущал какой-то барьер при общении обычным? Когда ты, допустим, с обычной моделью, да, разговариваешь? Ну, там, среднестатистически, так сказать. И с человеком, который вот настолько известен? Во-первых, я вообще не особо-то разговорчив. И я редко когда общаюсь с кем-то на площадке узкого круга людей, с кем мне надо общаться. Это, собственно, моя команда, режиссер, иногда продюсер. Овечкин, он довольно открытый парень, и с ним не было проблем вообще в общении. Он вообще делал все, что режиссер попросит, потому что ему было, в принципе, это по фану. Вот я когда снимал, например, известную актрису, вот у нас с ней коммуникация, например, она просила, например, определенный какой-то свет. Или когда я снимал, например, певицу Ёлка, у нее есть целый взвод людей, которые смотрят в монитор и говорят, чтобы я поправил свет. Как ты на это реагировал? Как бы нормально. То есть это, конечно, немножко огорчает, потому что там, допустим, я хотел сделать один свет, но они попросили сделать другой свет, но с другой стороны они лучше понимают, какой свет идет и какой нет. И все-таки такие известные личности — это продукт. И продукт нужно показать как бы максимально красиво с точки зрения продукта, а не с точки зрения операторской работы. То есть ты разделяешь здесь визуальное, как бы само по себе правильность визуального подачи и то, каково визуальная подача будет работать на конкретно данного человека. Ну да, например, я в Cinema 4D делал там для одного клипа перевизы со светом, и все хорошо получилось, но когда я пришел на площадку, я посмотрел на актрису и понял, что с ней этот свет не сработает. Мне пришлось на ходу придумать что-то другое. Типа лица был какой-то другой, или как ты понял, что с ней это не сработает. Проблема в том, что в Cinema 4D там такие есть комплект людей встроенных, которые можно просто ставить в кадр, и все классно выглядит. Но у них не хватает детализации лица, кожи, и когда на них ставишь свет, на них это выглядит все хорошо, потому что там не видно ни морщин, ни пор, ничего, не то, что там лоб чуть-чуть вспотел, допустим. А вот когда на живом человеке это ставишь, это все сразу начинает быть так отчетливо видно, и с этим надо что-то делать. Кому-то подходит любой свет, кому-то надо все-таки править. Это индивидуально все. Например, раньше у очень известных голливудских актрис был любимый оператор, которого они требовали на любой проект, где они снимаются, потому что они знают, что этот оператор поставит так свет, чтобы она будет выглядеть так, как ей нужно. Но сейчас этот тренд уже не работает, да? Ни разу не слышал, хотя не знаю, почему бы и нет. Ролик твой про вас, патриот, такое очень классное, классное видео. Там явно видно, что вы снимаете в труднодоступных каких-то местах. Ты можешь вспомнить, во-первых, историю, как вы снимали этот ролик, что это вот твоя личная история, как она, как ты это, было для тебя это что-то новое, было для тебя это сложнее, чем обычно. И отдельный момент, вот попрошу тебя затронуть в качестве аспекта, вот конкретно для этого видео, как происходила ваша подготовка в плане, там, какие-то твои решения, ты их предлагаешь, там, и они утверждаются, там, ты выбираешь оборудование, там, предлагаешь режиссеру, он говорит, да. Как это происходило? Конкретно этот проект, он, скажем так, слишком необычный, чтобы строить какие-то суждения об индустрии, потому что он такой уникальный. По-моему, режиссер прилетел раньше, и для него мы сделали камеру Canon, он был C300 Mark II, и он, в принципе, снимал все это, как документальные такие кадры на эту камеру, еще до моего приезда. Потом я приехал, и мы начали разрабатывать кадры, и, собственно, у нас все еще была эта камера Canon, которую мы просто взяли за копейки, но, в принципе, она была идеальной для этих задач, потому что там были, мы практически все снимали ночью, потому что там были такие, ну, не белые ночи, но такие синие, скажем, и это, как бы, это полярный заполярье, и там, можно сказать, весь день это такой blue hour, что интересно, конечно. И нам просто нужна была камера с высокой чувствительностью, для чего Canon как раз идеально подходила. Практически все ночные кадры там снимали на чувствительность 3200, вот, ну, о подходе к съемке, то есть я приехал, когда уже режиссер там немножко поездил и понял, где что находится, и дальше мы просто с ним поехали и смотрели эти места и придумали, что мы можем там снять. Что-то мы снимали прямо там, сразу же на камеру, а что-то мы просто записывали, и просто у нас была камера Alexa, которая приезжает только на три дня, и мы должны были спланировать, как мы его будем использовать. И, соответственно, коптер у нас тоже приезжал на три дня, чтобы снять все коптерные кадры, поэтому мы заранее готовились к этим кадрам, попутно снимая на Canon. Возможно, ролик получился таким насыщенным, потому что он практически Canon снимал все 11 дней. То есть там в соотношении получается больше Canon, чем Alexa? Там 50 на 50. Это даже сказать 30 на 30 на 30, если еще коптер считать. А на коптер вы что ставили? У нас был и X-7, Inspire 2 с X-7 камерой, но мы его разбили в первый же день, и поэтому нам пришлось летать на X-5. Ребята, это название NewsCopter, у них есть такая технология, чтобы вешать камеру X-7, загрипованную к машине, и использовать как автогрип такую камеру. Russian Arm для нищих. Там один из винтиков, он плохо закрутился, и просто камера отвалилась во время проезда первого уже, и все. У нас не стало камерой. Поэтому пришлось снимать на X-5. Ролик получился захватывающий. Его снимать было, в принципе, захватывающее, но не всегда в хорошую сторону. Потому что для того, чтобы добраться до места съемки, надо было ехать 4 часа по бездорожью. Я как бы... У меня вестибулярный аппарат, не сказать, что прям очень хороший. Поэтому первый день для меня выбыл совершенно, потому что я весь первый день блевал просто. Мы ездили на ВАЗах Патриот и на Митсубиси Панжеро. У нас у Панжеры отломалась табличка регистрационная, потому что у нее клиренс внизу был меньше, чем у ВАЗов Патриотов. Но Патриоты мне не ломались, вроде бы. По-моему, колесо... А, колесо один раз пробило. Интересно то, что я 5 лет назад до этого ехал в автопробеге от Москвы до Южной Кореи, через Северную Корею, и это тоже были УАЗа Патриоты. Поэтому я с УАЗом Патриотом, можно сказать, на самых сложных поездках как бы ездил. В 2018 году ты снимал такую как будто ухо, концептуальную короткометражку такую, можно сказать. Расскажи, как ты попал в этот проект и был ли этот опыт для тебя необычным? Понравилось ли тебе снимать подобное? Как я попал в этот проект? Ну, на тот момент уже у меня были агенты, которые просто предложили снимать. И я не был первым выбором на этом проекте, просто основной оператор, который должен был снимать, Женя Козлов, он просто не смог, потому что он вписался в другой проект. И, в общем, я его заменил. Что, в принципе, не помешало Жене снять для этого, ну, для Яндекс.Медиа еще два проекта. Мне тоже предлагали из этого проекта два сценария. И один сценарий был... Я понял то, что это будет суперсложно, потому что там очень много кадров, очень много чего происходит, и очень мало времени на это. Поэтому я понял то, что я просто буду страдать на этом проекте. Но Женя Козлов как раз взялся за этот проект и снял его прекрасно. Ухо! Мне понравилось тем, что там было мало количества кадров, но каждый кадр можно было как бы осознать и отточить как-то, подойти к нему серьезно. Это меня и привлекло в этом проекте. Ну, и, в принципе, Петь в Скворсов личность такая интересная. То есть, было честь для меня как бы снять его дебют. Немножко про деньги. Вот ты можешь вспомнить вот эти этапы, да, когда ты, допустим, вот ты снимаешь на Десаларке фэшн, потом ты начинаешь вот твой дебют, ты снимаешь клипы, потом ты снимаешь уже такие большие клипы с большим количеством света. Насколько сильно вот у нас в стране для тебя менялся твой гонорар? Практически первые три года я все снимал там, по-моему, за 35 тысяч рублей, все включено. Ну, мне это устраивало, это никак меня не напрягало. Ну, нормально, типа, жить можно. Но в какой-то момент ко мне обратились снимать ролик какой-то там открытие какого-то бутика в Санкт-Петербурге. То есть, надо было еще ехать в Санкт-Петербург. Это какой-то рекламный проект. Ну, я с рекламой особо не связывался, я как бы не был в курсе, что бюджет рекламы там сильно отличается от бюджета клипов, допустим. Но мне почему-то так не захотелось туда ехать, я просто от балды назвал сумму там 100 тысяч. Они согласились. Так моя ставка и выросла в первый раз. Второй раз это просто было постепенно, потому что первую рекламу я тоже снимал, опять же, с Леной Цедыковской, по-моему, в 2016 году. Это Ростелеком. Я тоже снимал за 35 тысяч рублей. Ну, это, естественно, только то, что мой гонорар. Я снимал два Ростелекома. Первый ролик Ростелекома, это мы снимали с Леной про телефон. Это был очень малобюджетный рекламный ролик. Но это была для нас первая реклама. И мы сделали ее достойно. А, второй Ростелекома, это я уже снимал с Егором Абраменко. И это был очень высокобюджетный проект, который мы снимали две недели в Португалии. Ну, вот, говоря про первый проект Ростелекома, это, да, я снимал за 35 тысяч рублей. Там, в никаких переработках речи не могло идти речь. В смысле, об оплате переработок. Сами-то переработки, конечно, были. Но это дало какую-то стартовую такую... Стартовую ставку, которая просто постепенно потом с годами росла. Потому что, ну, законы рынка работали, спрос рождает предложение. Если меня часто куда-то зовут, то, соответственно, надо просто повышать ставку. Но, с другой стороны, я знаю некоторых операторов, которые придерживались другой стратегии. Они сразу просто рекламу сказали, они стоят 100 тысяч. И все. И это тоже работает, потому что некоторые, например, клиенты или агентства считают, что раз этот человек дорогой, значит, у него супер качество. И, там, к нему более уважительно даже относятся. Как-то позволяют ему больше. И тот вариант, и другой работают. Как вы... Вы снимали, это был ваш первый рекламный проект. Как вы получили первым рекламным проектом с Леной сразу же такого клиента, как Ростелеком? По знакомствам, потому что продюсировал проект подруга Лены. Так, ну, получается, тут вот твой гонорар повысился до 100 тысяч рублей. Случайным образом, так сказать. Можно. Как дальше? Нет, тогда 100 тысяч – это вот именно всякую рекламу корпоративную. Я снимал там всякие... Это тогда я снимал всякие репортажки еще там. Ну, не такие, типа, полурепортажки, полухудожественные постановочки. Но это было, типа, подключимся с монтажом и со всем остальным. И я еще там нанимал второго камерамена, который со мной работал. Вот такие эти все дела были. И потом уже через года 4 как раз я начал снимать нормальную рекламу, где там ставка у меня тоже была 35 тысяч. Это было за один день и только за операторскую работу. И потом, собственно, она просто постепенно росла. Сначала там 50 тысяч, потом 70, потом 90, ну, и там до 120. Что считается в российской индустрии просто потолком для операторов. Это ставка 120 тысяч, и, по-моему, никто, я не слышал, чтобы брал больше. В день? В день, да. За 12 или даже некоторые за 10 часов просят. А в США? В США нет такого правила, что я считаю правильно. Потому что странно ограничивать верхний потолок ставки для оператора. Потому что если, ну, рынок не работает так, если есть спрос, должно быть предложение. То есть если просто оператор за ставку 120 тысяч работает каждый день, почему он не может повысить свою ставку, там, до 150, допустим. И у него будет и больше времени, а денег будет столько же. Но почему-то в России вот это не работает. В США все подчиняется законам рынка, и ставка может, там, у кого-то и 500 долларов, а у кого-то, там, 150 тысяч долларов. В зависимости от востребованности. А вот твоя ставка не возросла когда у тебя, когда ты полный метр снял? Нет, я не помню такого. Не думаю, что это как-то повлияло. Полный метр в основном никак не влияет на индустрию рекламную. Кроме того, что про тебя все забывают. И когда ты заканчиваешь снимать полный метр, ты еще полгода сидишь, ничего не делаешь, потому что все до сих пор продолжают думать, что ты снимаешь полный метр, и тебя никуда не зовут. А если твой полный метр на Канны поехал? Ну, это, да, серьезная заявка. Не знаю, это зависит от того, насколько коммуникабельный человек. Можно же просто писать продюсерам и сказать, о, я освободился. Но это не моя тактика, я никогда никому не писал, поэтому у меня это было по-другому. Ну, в принципе, мои близкие, знакомые были в курсе, что я закончил. Вот так, собственно, постепенно начали снимать. Вот клип, я посмотрел, у тебя на ютубе он там миллион просмотров набрал уже, такой, по-моему, называется You Are Born клип. Я сейчас могу ошибиться с точным названием, мне кажется так. Там такая крутая концептуальная задумка. Можешь рассказать на примере этого проекта, вернее, не на примере этого проекта, а вообще, как ты работал над этим проектом, допустимо ли предлагать свои операторские решения? Какие, может быть, ты предлагал свои операторские решения вот в данном случае? Ну, в принципе, операторские решения допустимо предлагать везде и всегда. Просто надо быть готовым к тому, что режиссер их ответит, потому что у него есть свои какие-то задачи, которые ему нужно выполнять. То есть, я знаю, что некоторые операторы, например, обижаются на это, но я считаю, что все в голове все равно целостная картинка только у режиссера. И надо просто помогать ему выполнять эту картинку, делать ее реальной. Собственно, поэтому, особенно на проектах таких творческих, как музыкальные клипы, предложения операторы приветствуются наиболее часто. Надо сказать, что я и на рекламе, в принципе, всегда предлагаю, если им есть что предложить. Я обычно читаю сценарий, смотрю с которым у меня всегда появляются идеи, как что-то изменить. Допустим, в этом клипе, если мы вернемся к нему, вот первая там сцена, когда идет пролет камеры по коридору, и она вот разворачивается полностью, делает вот это вот такое движение, как бы показывая, что как бы, ну как сказать, такой намек, грубо говоря. Это вот, допустим, это твое решение или это решение режиссера? Изначально этот кадр должен был быть обычным пролетом через самолет без всякого вращения. Я предложил идею начать с вращения по одной причине, потому что я знаю, что долгий кадр в начале, скорее всего, большинство людей просто выключит клип. Если он будет просто обычный кадр пролета, ну никому не будет интересно смотреть, люди, они такие, у них нет времени на то, чтобы смотреть какой-то клип долгий. Они там смотрят там две секунды, им не нравится, они выключают. Это такое настроение современности сейчас. Поэтому я специально добавил вращения, чтобы как-то сразу изначально заинтересовать, чтобы они не переключились сразу. Это очень такой момент интересный был, необычный, я, собственно, поэтому и спросил. Это нам стоило очень много усилий в техническом плане, потому что, во-первых, нужен был стадикамщик, у которого есть такая система для вращения. Ну, таких в Москве, ну, сейчас уже их нормальное количество, но тогда свободных было, ну, не очень много. И особенно учитывая, что это творческий проект, там не было, там у нас 45 тысяч на стадикамщика, ну, полная ставка стадикамщика 45 тысяч. Поэтому и нам не надо было найти, во-первых, человека, который согласится помочь на более низкую ставку. И более того, нам нужен был человек, который поместится вместе с стадикамом в этом узком проходе, где даже без стадикама трудно пройти. И нам в этом помог Витя Глазунов, потому что он один из самых маленьких стадикамщиков в Москве. И у него как раз вращающийся белава. Вторая проблема была в том, что у нас стоял объектив Куки Аноморфик, самый широкий, какой у них есть, по-моему, там 20 с чем-то миллиметров, я не помню. И этот объектив, он был настолько большой, что он не помещался в проход вместе с стадиканом. Ничего себе. То есть у нас есть проходы на этот объектив, и кое-как это выглядело нормально. Но в какой-то момент Витя сказал, что если бы объектив был меньше, то этот проход был гораздо легче сделать. И я вспомнил, что у меня есть в комплекте объектив супер уникальный, 8-миллиметровый Ultra Prime. То есть он 8-миллиметровый, но он при этом не делает рыбий глаз. Он просто делает супер широкую картинку. Называется Ultra Prime 8R. И, собственно, мы его поставили, и после этого нам удалось снять этот кадр. Во-первых, у нас было больше разрешения, потому что на Аноморф разрешение на Алексию довольно такое сомнительное, скажем так. А когда ставишь сферическую оптику, то там уже практически 4К можно делать. Что нам позволило потом на постпродакшене мне сделать плавное вращение начала и конец. Потому что система, которой он ходит, называется МКБ. Она довольно старая, и у нее довольно резкий стоп вращения и старт вращения. Поэтому мне пришлось потом в After Effects все это сглаживать. И из-за того, что у нас было довольно большое разрешение, то у меня была эта возможность. Я скажу, этот кадр, он кропнул практически в полтора раза, чем он был изначально. Там настолько широкий кадр был, что там был виден компейн, где он у него. Вопрос такой, знаешь, даже не то, что вопрос, это скорее вот, может быть, просьба тебе дать совет начинающим операторам, которые сомневаются в своих силах, которые там в эпидемии коронавируса, еще различных куча факторов, которые на тебя давят. И тебе кажется, что вот достичь уровня, вот допустим, зрителю, который будет смотреть это интервью, ему будет казаться, что достичь вот твоего уровня, это, ну, это, ну, в общем, что у него этого не получится сделать. Мог бы ты вот, знаешь, как мысленно вернуться в прошлое, вспомнить себя там на этих этапах и дать какой-то совет, который позволит себе не бояться, позволит себе совершать ошибки, учиться быстрее и так далее. Какие-то вот такие принципы. Главный совет просто постоянно снимать, неважно, что и как, и нравится, не нравится, потому что главное это полученный опыт. Этот опыт даст самоуверенность в себе и как-то поможет встать на путь, чтобы стать таким высокопрофессиональным оператором, что ли. Поэтому, в принципе, когда я снимал, я просто, у меня на первых порах была, как бы, такая идея всегда говорить «да» на любой проект. Потому что любой проект может дать или новый опыт, возможно, негативный, но это тоже опыт, или какие-то знакомства. Ну, как Джим Керри, в общем, всегда говорил, да. Да, я именно и процитировал, в принципе, этот финиш. За всю мою историю, что я снимал, по-моему, только два проекта мне не присоединили, ни того, ни другого. Ну, вот и все, кинодел. Спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Пиши в комментариях, с кем бы ты хотел, чтобы мы сделали интервью в следующих выпусках. С тобой был Тимофей Добровольский. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok